Привет всем! Ребята, сегодня будет очень интересное жизненное видео. Вы мне задаете вопросы. Как ты раньше зарабатывал? Где ты работал до, можно сказать, бинарных опционов? Расскажи свою историю. И вот в этом видео я расскажу свою историю. Я решил записать два видео. В этом видео я расскажу, как я зарабатывал до бинарных опционов. А в следующем видео я расскажу, как я работал уже с бинарными опционами. И полностью вам покажу свой канал от самого начала. Как я зарабатывал, на каких брокерах я торговал. То есть весь мой путь от начала и до конца. Это я вам уже покажу в следующем видео. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Будет очень интересно. Погнали! Итак, с чего начнем? Закончил я школу и поступаю в Киевский строительный университет. Университет строительства и архитектуры. Поступая на бесплатное, я, вы знаете, что был хорошистом. Поступил в три универа и выбрал строительный. Потому что у меня родители инженеры, семья инженеров. И я поступил на инженера-механика. Закончил, кстати, я магистра. Диплом защитил на пять. Итак, вот я переезжаю в общежитие. Чем я занимался с первого по третий курс? Я писал рэп. Мы с моим другом в моем родном городе, я на выходных ездил домой, писали микстейп. А в общежитии я бухал и ничего не делал. Вот такой был первый и третий курс. Я ничего не делал. Я получал стипендию. Стипендия была 700 гривен. Это где-то полторы тысячи рублей. Ее мне хватало. Тогда это были большие деньги. Ну, как небольшие. Но я мог себе купить покушать. Я мог себе купить одежду, джинсы, куртку. Помню, я тогда купил с первой стипендии. Я тогда был рэпером. Купил такие большие джинсы. С мотнёй, широкие. Купил тимбы, купил куртку. Мама тогда мне с собой давала еду. Каждый выходной я ездил домой. Привозил котлетки. Привозил там голубцы. Привозил литровую банку борща. Мне ее хватало на неделю. В общаге там варили гречку. Вот такая вот была ситуация. В принципе, знаете, меня в детстве... Не то чтобы в детстве там особо не пускали гулять. И вот я приехал в столицу. И здесь я оторвался до такой вот жизни. Бухал, ходил в клубы. В принципе, все было хорошо. Итак, с заработком в интернете, можно сказать, я познакомился где-то уже на курсе, так, может быть, третьем. Начало третьего курса или конец третьего курса. Точно не помню. Я начал интересоваться Ютубом. Я где-то услышал, что можно зарабатывать на просмотрах. Тогда, в то время, еще никто этим не занимался. У нас в Украине не было ни одного блогера, кто на этом зарабатывал деньги. Был там какой-то один блогер. Я его и подсмотрел. Он рассказал, как подключить партнерку. Там еще какие-то были проблемы на Украине. Тогда Ютуб не разрешал что-то там подключать. Не помню. Но тогда я начал этим интересоваться. Я занимаюсь музыкой и начинаю вести Ютуб-канал. Девочка круто поет. Канал назывался InnoRiginalGroup. Его уже заблокировали за авторские права. Я брал чужие видео. Там, где девочка поет под гитару, мальчик поет под гитару. И перезаливал на свой канал. Брал русские, американские видео и просто перезаливал на свой канал. Тогда еще не зарабатывал. Просто этим и интересовался. Ну и мы в это время с другом занимаемся музыкой. Также я выступаю в универе. У нас там была своя группа. Пели там всякие сопливые песни про любовь. И, конечно же, хотелось гулять. Хотелось денег. Стипендий не хватало. Нужно было закрывать предметы. И мы ходим на подработку. Работали мы с пацанами разнорабочими. Ну не то чтобы разнорабочими. Разнорабочими на стройке работали. Но мы еще выполняли всякие там непонятные указания. Там нужно было поехать на литейный завод. Старый завод. И нужно было просто снять плитку. Там одна плита весит где-то 10 килограмм. И нужно было ее сдать на металл. Такое у нас было задание. Дальше там разобрать какие-то старые окна. Полностью повыносить окна со здания. Вот такое было задание. Потом. Что еще мы делали? На свалку мы ездили. Нужно было сдать металл. Вообще об этом все. Я могу записать отдельное видео. Если вам интересно чем я занимался. Поехали мы на свалку. Нам там обещали. В рублях скажу. Где-то 8 тысяч рублей. За один день. На четверых. На троих человек. Можно было заработать такие деньги. Мы на свалке. Туда приезжают машины с мусором. Со строймусором. Мы копаемся в этом мусоре. Оттуда извлекаем металл. В конце дня приезжал человек. Мы сдаем ему этот металл. Вот так вот нам обещали. Что можно заработать большие деньги. И знаете сколько мы заработали тогда? За день. На четверых человек. На троих. Или на четверых. На четверых. За день мы тогда заработали 150 рублей. Этого хватило, чтобы вот подойти к ближайшему ларьку. Там купить чебурек. Купить по бутылочке пива. В принципе и все. И на дорогу в общежитие. Вот такая вот была ситуация. То есть занимался вот всей грязной работой. Просто чтобы подработать. Просто чтобы закрыть там какие-то предметы. И еще мы с пацанами работали грузчиками. На складе я сортировал товар. На новой почте я работал. А на рампе я принимал товар. Разгружал фуры. Вот такая вот была работа. Проработали мы довольно-таки много. Не знаю. Может быть полтора месяца. Я уже хотел идти на официальную как бы работу. Мы работали неофициально. Но кто хорошо работал. Обещали, что нас переведут на официальное. Но хорошо, что я оттуда ушел. И в это время я еще занимаюсь фрилансом. Друзья, с моего города мне скидывают проекты. Я рисую логотипы и скидываю заказчику. И они нам дают деньги. Вот так вот мы работали. Нас было три человека. Ребята там общаются с заказчиком. Принимают заказ. Мне скидывают, что нужно сделать. Я в общаге рисую. Им пересылаю. Они отправляют заказчику. Тоже там проработали мы, может быть, меньше месяца. Я закончил художественную школу с красным дипломом. Для тех, кто не знает. И рисовать умею. И все оформление, все логотипы на моем канале. Это все делал я сам лично. Потому что я никому не доверяю. Мне ничего не нравится. Вот такая вот история. Короче, и в то время я уже начинаю интересоваться Ютубом. Каналы набирают просмотры, которые я создаю. И я уже ищу возможность как-то на этом зарабатывать. Подключаю партнерскую программу. Я не знаю, это или начало четвертого, или конец третьего курса. Начинаю, короче, я на этом зарабатывать. Регистрирую кошельки. Начинаю в этой теме вариться. Зарегистрировал, помню, тогда вебмани. Не успел, помню, тогда еще подключить вебмани. Мне деньги перенесли на следующий месяц. Но я тогда заработал с просмотров. Канал там взорвал. Там было много миллионов просмотров. И я заработал тогда 8 тысяч гривен. Мои первые деньги в интернете. Это 16 тысяч рублей. Буду все умножать на два. Огромные были деньги. И вот тогда я понял, что я хочу зарабатывать в интернете. Раньше у меня никогда не было денег. Даже пацаны прикалывались. Вот Тарас никогда не мог скинуться с нами там на пьянку. Нужно 100 гривен, чтобы побухать. А у меня нету этих денег. А теперь у меня было много денег. Я купил себе ноутбу, телефон, часы. Начал откладывать. Маме показал, вот как круто можно зарабатывать в интернете. Все. И я тогда понял, что я буду зарабатывать только в интернете. На какую-то работу я ходить не хочу. И тогда, я тогда уже жил мечтой. Я тогда уже познакомился с фильмом «Секрет». Я тогда начал визуализировать. Я по жизни, в принципе, был мечтателем. Я вам уже рассказывал, что когда я в школе сидел за партой, мне говорили «Космос, прием!» А я смотрю в окно и мечтаю. И вот я начинаю зарабатывать по 10, по 20 долларов чистый пассивный доход. Я ничего не делаю. Я беру видео, чужие видео. Я тогда перезаливал «Голос страны». «Голос России», вы знаете, передачу, где судьи сидят, нажимают кнопку, разворачиваются. «Голос Голландии», «Голос Америки». Короче, «Голос всех стран». «Голос Австралии» я перезаливал на этот канал. Тогда еще не было авторских прав. И эти все видео монетизировались. И со всех видео я получал доход. Только видео взрывало, набрало там миллион просмотров. Еще один канал сохранился. «Show me space». Кстати, можете посмотреть. Там есть видео, которое набрало 35 миллионов просмотров. Я эти видео специально не закрываю. На этом канале сейчас мои влоги. У меня есть канал с влогами. То есть эти влоги я как бы публикую на вот этом канале, на канале «Инстардинг». Но также я их перезаливаю на канал с влогами. Вот тот канал приносил мне большой доход. Был еще один канал, но я уже говорил, его заблокировали. И вот так вот я начал зарабатывать. Пацаны, когда сидели в общежитии зимними вечерами, когда пилили в доту, я перезаливал видосы. Я сидел и работал над своей мечтой. Тогда я еще не зарабатывал денег. И вернемся немного назад. Пацаны все рубились в доту, бухали. А я брал и перезаливал видео. Я сидел и работал. Я спамил. Я в ВК там делал сумасшедший спам. Вручную все делал. Заходил в группы, общался. Скидывал видео, только чтобы люди переходили на мой канал и смотрели видео. Тогда вот не зарабатывал, но как бы я знал, что это может выстрелить. Потому что люди смотрели мои видео, оставляли комментарии. Короче, начинаю я зарабатывать. Все идет просто отлично. Я гуляю, я бухаю, жизнь налаживается. Я тогда зарабатывал больше всех в общежитии. Я тогда был просто королем. Покупал себе там часы. Все себе мог позволить купить. Откладывал деньги, помогал родителям. Короче, было очень круто. Дальше я вот начинаю четвертый курс. Знакомиться с хайп проектами. Я понимал, что так зарабатывать долго я не смогу. Но пассивный доход я получал два года с канала. Два года мне капал пассивный доход в размере 10-30 долларов в сутки. В сутки. Просто ничего не делал. И получал вот такие вот деньги. И тогда я интересуюсь хайп проектами. Кто не знает, что такое хайп проект. У вас есть 100 долларов. Вы вкладываете пирамида. И через месяц у вас уже 200 долларов. Но есть риски, что проект закроется. Короче, фишка была в том, что нужно было влетать в самом начале. Если вы влетаете в самом начале, вы зарабатываете. Если в конце проект закрывается и вы теряете деньги. С 5 хайпов где-то на 3 я зарабатывал и на 2 терял деньги. Нашел я тогда хороший очень проект. Я все деньги с ютуба, еще раз. Все деньги я зарабатывал на ютубе с просмотром. Эти деньги я инвестировал в хайпы. Был такой крутой проект веб-трансфер. Я тогда вложил 300 баксов. 300 баксов, а заработал 4 куска на то время. 2 тысячи мне не вывели, потому что проект уже доживал свои последние дни. 2 тысячи я все-таки вывел. Короче, было очень круто. Я отложил уже дома 1500 баксов. Я вот родителям ходил, по-моему, и хватался смотреть. Это я все в интернете заработал. Вот такая вот была ситуация. Но зарабатывать на хайпах было как-то... Мне не нравилось, потому что были вот риски. Один раз заработал, один раз не заработал. В принципе, я зарабатывал, но как-то мне это не нравилось. И вот тогда я начинаю гуглить заработок в интернете. И нахожу бинарные опционы, знакомлюсь с IQ Option. Тогда еще не было видео на ютубе. Нет, парочку видео было. Я посмотрел отзывы. Одни говорят, выводит деньги. Одни говорят, лохотрон. Как я вообще поступаю в этой ситуации? Вот вам инцарь. Я проверяю все сам. Лохотрон, не лохотрон. Я сам закинул деньги, помню, первые 10 баксов. Залил. Поднял там до 11, вывел. Все отлично. Это не лохотрон. Все работает. Все нормально, можно зарабатывать. Заливаю я тогда 30. Первый депозит на IQ Option 30 баксов. Делаю с этой 30-ки 70 долларов по Мартин Гейлу. Ввел первую стратегию. Мартин Гейл. Один, три, восемь, восемнадцать. Четыре ступени. Я просто был в шоке. Я тогда сидел дома. Я сделал, сделал пару ставочек. Поднял, сделал, поднял. Короче, с 30-ки поднял 70. Позвал папу. Показал, смотри, как можно зарабатывать деньги. Как все просто. Я тогда себе уже подумал. Так. Я посажу родителей. Они у меня будут нажимать вверх-вниз. Будут зарабатывать такие огромные деньги. Все. Жизнь удалась. Я нашел эту золотую жилу. И вечером я опять продолжил торговлю. И слил все деньги. Словил четвертую ступень убыточную. Пятая тоже, по-моему, была убыточная. Не помню. И понял, что не так все просто. Начал уже искать стратегии. Там свечи. Первые мои стратегии. Это волны Боллинжера. Начал этим интересоваться. И начал сливать депозиты. Все деньги, которые я начал зарабатывать на Ютубе, я вкладывал в IQ Option. И там сливал, 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 сливал. И, короче, плюнул я на это все. Меня это все взбесило. То, что я могу зарабатывать пассивный доход. И я весь его теряю на бинарных опционах. Я тогда учился чисто на реальных деньгах. И тогда я понял, что нужно с этим завязывать. Я много денег тогда потерял. Тогда я зарабатывал до 1000 долларов. До 1000 долларов был просто пассивный доход. И вот тогда на год, или, может, на полгода, я о бинарных опционах забываю. Тогда уже у меня пятый курс. Тогда уже у меня диплом. Все отлично. Короче, я защитился. Продолжаю зарабатывать на хайпе. Продолжаю на хайп-проектах. Продолжаю зарабатывать на ютубе. И тогда мы едем на море. Я ознакомлюсь со своей девушкой. На море мы познакомились. Кстати, о девушке. У меня была картинка с визуализацией. Я, походу, вам уже ее показывал. Вот сейчас хотел вам ее найти. Но она, походу, не на этой квартире. Я тогда уже визуализировал. Расклеивал плакаты. С Китаем. Со своей любимой. Этот плакат, эта картинка у меня висела тогда на потолке в общежитии. Там была девушка на море. Девушка с черными волосами. И вот я еду на море и я ознакомлюсь со своей любимой. Ребята, сел монтировать. И все-таки решил еще раз поискать фотки. И все-таки нашел. Эти фотки оказались у меня дома. Вот эта фотка. Вот девушка на фоне моря с черными волосами. Смотрите, какого она уже ужасного качества. Вот следы от скотча. Выгорела она на солнце уже за эти года. И еще вот такая вот у меня висела фотка. Тоже парень с девушкой. Тоже, заметьте, на море. И еще вот такая вот фотка с фильма. Вот даже. Кинопоезд Кру. Походу. Принцесса и чудовище. Не помню. Короче. Визуализация работает. Я тогда еще понимал, что самое главное в жизни это любовь. И я хотел тогда найти человека, который будет меня понимать, который будет меня любить и поддерживать во всем. И я такого человека нашел. Так что визуализация работает. Все, что я навизуализировал, просмотры на канале, деньги, все это у меня есть. Я тогда жил одной мечтой. У меня ничего не было. Я был мечтателем. Я жил мечтой. С меня все смеялись. Но мне было по барабану. Я знал, что это будет работать. Итак, я поехал на море, познакомился со своей любимой. Тогда на море закрывается мой канал. Первый мой канал. Там было где-то уже 100 тысяч подписчиков. Я нормально с него зарабатывал. И он закрывается. И у меня остался еще один запасной канал, на котором сейчас влоги. Show me space. Вот он. Это и только он остался. И он приносил мне доход. Но это не важно. Закрывается мой канал. Я приезжаю в Киев. Все. Я уже закончил институт. Что делать? Мне нужно искать квартиру. Мне нужно жить. И тут я... Мы тогда еще с девушкой не встречались. И я звоню своей девушке. Говорю, ищи квартиру. Она с Харькова. Ищи квартиру мне в Харькове. Она мне ищет квартиру. Находит квартиру возле себя. Соседний дом. Я иду на почту. Беру все свои вещи с общежития. Пересылаю в Харьков. Беру один билет в один конец. И еду в Харьков. Приезжаю в Харьков. Захожу к хозяйке. Рассчитываю за квартиру. 100 долларов стоила квартира. И все. Я теперь живу в Харькове. У меня есть пассивный доход. У меня есть хайпы, которые приносят мне деньги. Я мог ничего не делать. Я остаюсь в квартире. И начинаю интересоваться заработками. Тогда, кстати, вот этот вот канал. Инстардинг. Назывался еще до рэпера-трейдера. Заработок в интернете. Я тогда еще в общежитии завел этот канал. И начинал там публиковать обзоры хайпов. Как я захожу в хайпы. Оставлял рев ссылку. Сколько я туда закидываю денег. Сколько он работает. То есть делал обзоры на хайп-проекты. И вот вел канал. Там было у меня еще 10 видео. Я их уже удалил. Понятное дело. Занимаюсь хайпами. Мне YouTube приносит деньги. Все отлично. И вот тут я вспоминаю о бинарных опционах. Я еду домой. Беру заначку в полторы тысячи долларов. Закидываю на опционы. И тут все, короче, начинается. Я начинаю терять деньги. 500 долларов я тогда, помню, слил. Я тогда зарабатывал в месяц уже до 500. Потому что я уже зарабатывал меньше. Где-то по долларов 15-20 в месяц. Пассивный доход был мой с YouTube канала. Я начинаю интересоваться бинарными опционами. Вспомнил, что у меня есть аккаунт на IQ Option. Сливаю. 500 долларов. Я просто был в шоке. Я как брал биту. Я тогда хотел. У меня была бита. Я хотел разбить сервант. Потом думал, блин, это я буду платить хозяйке за сервант. За квартиру я платил 100 долларов. А слил в 5 раз больше. Потом начинается интересная история. Я ее вам уже расскажу в следующем видео. И тогда в то время закрывается мой YouTube канал. Он не закрывается. Тогда на все видео идут уже авторские права. Идут уже авторские права. И я уже с монетизацией денег не зарабатываю. У меня остается один хайп проект. Который приносит мне деньги. И бинарные опционы. Все. Вот весь мой заработок. И тогда я еще зарабатываю. Долларов тоже 300-400 в месяц. Отлично. Этого мне хватает. Я себе покупаю одежду. И на Буковей мы даже тогда поехали. И вот в то время я знакомлюсь с каналом усатого трейдера. Первый блогер на YouTube о бинарных опционах. Ребятушки мои дорогие. Привет всем. С вами усатый трейдер. И вот я решил переименовать свой канал с хайпом. И решил косить под усатого трейдера. Решил так же материться. Решил так же стебаться. Решил так же надевать очки в видео. И это была, знаете, игра в рулетку. Люди мне писали. Я уже вам говорил, что тебя просто приятно посмотреть с бутылкой пивка. И все. Просто как развлечение. И я вел канал, просто показывал свой путь. Я тогда еще не знал, во что это может перерасти. Я тогда не зарабатывал на этом. Я тогда терял на бинарных опционах деньги. И вот сейчас инсайд. Когда я записывал видео, я зарабатывал. Потому что я записывал видео, но там было 10 минут, 15 минут, к примеру. Это был мой риск менеджмент. Я записывал видео. Я знаю, что мне нужно сделать 10 сделок по Мартингейлу. И уйти. То есть показать людям, что я вот заработал. Только я заработал. Я потом сажусь, продолжаю торговать. То есть уже записал видео. И сливаю. Почему? Потому что я вовремя не останавливался. Если бы я тогда уже торговал промежутками такими, например, вот по 10-15 минут. Там была сделка за сделкой. Чисто шел по Мартину. Тогда можно было бы заработать. Но я тогда терял. Потому что я только сидел целыми днями. Сидел, торговал, торговал, торговал. Смотрел стратегии, торговал, смотрел стратегии, торговал. То есть у меня было много очень свободного времени. То есть я же не ходил на работу. Я просыпался, торговал, просыпался, торговал. Придумывал там всякие схемы заработка. Тогда уже я визуализировал. Тогда я уже печатал с любимой доллары на принтере. Вырезал и когда я жил в Харькове. Расклеил по всей квартире. Помню, расклеил заработок. 2 тысячи долларов. 2 тысячи долларов в месяц. Когда приходили еще друзья ко мне, приезжали и смеялись. Ну что, ты зарабатываешь 2 тысячи долларов в месяц? Серьезно? Иди на нормальную работу. А сейчас я в день могу столько заработать. Да какой я в день? Я за 15 минут могу сейчас столько заработать. Вот как работает визуализация. Короче, познакомился я с каналом Затого Трейдера. И начал сам вести такой канал. Он назывался Рэпер Трейдер. Я переименовываю канал заработок в интернете в Рэпер Трейдер. Удаляю остальные видео. Всем здарова, народ. С вами Рэпер Трейдер. Сегодня будем торговать на IQ Option. И вот об этой истории я уже вам расскажу в следующем видео. Все по порядку. Сколько я тогда зарабатывал. Как все было. Вот такая вот, ребята, моя история. Еще, кстати, в институте, да, когда я увлекался визуализацией. Когда я смотрел вот эти вот все фильмы. Опус, фильм «Секрет». Я тогда уже знакомился с этими фильмами. Я тогда уже слушал Брайана Трейси. Ехал в электричке и слушал Брайана Трейси. Это был четвертый, помню, пятый курс. Слушал Брайана Трейси. Тогда я уже записал. Я включал эту запись на своих семинарах. Нужно под музыку записать свое будущее. Говоришь, я самый крутой. Я самый лучший. У меня есть квартира в центре Киева. Я включал эту запись. Это запись 2015 года. У меня зарплата 3000 долларов в месяц. Я купил двухкомнатную квартиру в центре Киева. Я купил двухкомнатную квартиру в центре Киева. Я купил двухкомнатную квартиру в центре фильма. Я ехал тогда в электричке в наушниках и слушал эту запись. Тогда я слушаю Карнеги, как перестать беспокоиться и начать жить, аудиокнигу. И тогда я слушаю Брайана Трейси, 21, непреложный закон денег. В принципе, это все. Еще была какая-то книга, как научиться разговаривать с кем угодно и когда угодно, забыл автора. Вот, тогда я слушал вот такие вот книги, тогда я уже начал этим интересоваться. Это 15-й год. И в Харькове я полностью живу мечтой. Все те рисунки, вся та визуализация, которая была у меня на потолке в общежитии, я с собой забрал в Харьков. Это для меня было самое дорогое. Я там не забирал какие-то непонятные вещи, там старые куртки. Я забрал свою мечту. Я жил тогда мечтой. Вот это вот очень важно. Короче, на этом я буду заканчивать. В следующем видео, не в следующем, а в отдельном видео я вам расскажу о Харьковском этапе. Покажу это все на своих видео. Чем я отличаюсь от остальных? Я не появился непонятно откуда. Всю мою историю вы можете наблюдать на моем канале. После Харьковского этапа, вы знаете, я переехал в Киеве и стал бомжом. У меня не было денег вообще. Я зарабатывал 30 баксов в месяц. В месяц. Тогда все остановилось. Хайпы. Ютуб. Ютуб мне тогда еще приносил деньги. Ну, там, знаете, по долларам два в день. Еще, знаете, хватало на еду. Но тогда вообще он встал. Все. Остановился. Ноль центов. Все. Ничего не зарабатываю. Плюс тогда я ломаю руку. Вот это вот была моя точка. Точка. Откуда я начал свой путь, можно сказать, к вершине. Тогда было у меня самое-самое сложное время в жизни. Привет всем с Бали. Посмотрите, какой шикарный вид на Индийский океан. Посмотрите, как круто отдыхаются в номере с личным бассейном. Новые подписчики смотрят на это все и думают, что это понты. Но они не знают, что за этим стоит. Вы знаете, что в 16-м году был период, когда мне негде было жить. Вы знаете, что в 16-м году я сломал правую руку, не мог работать. И были времена, когда я зарабатывал по 30 долларов в месяц. Представляете, 30 баксов в месяц. А сейчас пью шампанское за 100 баксов. Был период, когда я разогревал еду на батарее, блин. Потому что не мог себе позволить купить микроволновку. Но народ, я не сдался. И теперь могу наслаждаться всем этим. Так что не нойте. Всегда идите до конца. И добейтесь своих целей. Добейтесь своей мечты. Точка. Вот, об этом времени я вам расскажу в следующем видео. Так что, ребята, огромное вам спасибо за поддержку, за просмотр. Подпишитесь на канал, потому что для вас это ничего не стоит. Просто нажать кнопочку. А для меня это огромная мотивация выпускать для вас новые видео. Также не забудьте подписаться на мой инстаграм. Все мои оригинальные страницы в описании под видео. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Всех люблю, всех целую. Всем больших денег. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok